Добрый вечер, дорогие друзья! Осенняя пора, солнце, прохлада, самое лучшее время в Молдове. Сегодня гость нашей программы Сержио Макану. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Будем говорить о том, что осень нам принесла. Нам принесла осень то, что есть у нас правительство, которое уже так активно работает, что можно сказать по-молдавски. Вай, декапу, мел. В чем-то неправильно. Как Вы считаете, наблюдая со стороны действия президента, парламента и правительства? Сергей, спасибо еще раз за приглашение. Понимаете, дело в том, что я видел и перевидел, и мы вместе видели и перевидели за эти 30 лет. Но я еще надеялся, что люди, которые пришли к власти, понятно, что у них нет опыта, понятно, что те знания, которые они получили, получили тоже в этот период 30-летней неразберихи. И когда больше ценилась, знаю, вот эта биография, автобиография, где они пишут все кофе-брейки, чем знания как таково, больше вот эти мотивационные книги, чем романы, которые мы когда-то читали. Это все было понятно. Но я еще надеялся на то, что приходят люди с благими намерениями, что вот этот опыт, который у них нет, и знаний, которые у них нет, они восполнят это своими, я знаю, какой-то преданностью к тем словам, которые они сказали. Потому что они пришли на волне той революции, скажем, да, то есть почти революции, которая происходила против мафии, да, против олигархов и так далее. Я думал, может быть, у них есть какие-то проявицы, какие-то таланты, потому что случалось у нас, что... А власть, которая пришла, то есть когда мне говорят, ну, что вы хотите от них, еще два месяца не прошло. А я говорю, что вот в авиации, когда ты ошибаешься вот здесь на полградуса, то выйдешь в другом месте вообще потом. Так они не на полградуса, они вообще, у них какие-то непонятные ориентиры. И вот эта абсурдная и нелепая война против генерального прокурора, это и доказывает. То есть я не думал, что после выборов единственная их цель будет смести генерального прокурора. Если бы даже этот прокурор был прокурором мафии, если бы даже этот прокурор был никчемный и так далее, все равно этого не стоило. Потому что мне кажется, что если пришла другая власть, которая объявила, что она будет бороться против захваченного государства, то я думаю, что у них есть хоть какие-то разработки, что у них есть хоть какие-то планы. Да, и что целесообразно, наверное, было начать с законодательством захваченного государства. Я почему сейчас начал с генерального прокурора, я хочу у вас сделать заявление, потому что, когда они пришли к власти, были и у меня сомнения. Потому что, понимаете, я боролся долго против этой мафии, против олигархов. Я сам говорил, что нам нужно поменять всю судебную систему, и это было правильно. Я боролся за справедливость и так далее. Я знаю, что сейчас, я всегда говорил непопулярные вещи. Я знаю, что люди, когда слышат другое от одного человека, чем слышат со всех экранов телевизора, они либо отключаются и не слушают дальше, либо слушают, но это еще хуже, потому что они ненавидят того человека, который им говорит что-то другое, чем вот это коллективное мышление. Они создали через средства массовой информации, которые тоже были оплачены из денег мафии, из захваченного государства, они создали образ генерального прокурора, как человека, который сегодня стоит между счастьем всех людей и этой властью. Поэтому и хочу заявить в вашей передаче мою полную поддержку этому генеральному прокурору. И я чуть ли не в единственном числе, или моя партия чуть ли не в единственном числе, который выступает, и мы решили, что выступим еще жестче насчет этого. Потому что, давайте я скажу так, я Стояногло не знаю, хотя я давно в политике, я этого человека никогда не встречал, никогда с ним не говорил. Я видел его только по телевизору. Я слушая его последнее интервью, я даже удивился, что этот человек смог пройти через эту систему и остаться тем, который он есть. То есть, человек, который хочет поставить закон в угла, человек, который мыслит по современным меркам, человек, который понимает, что такое правовое государство. Я этого человека не видел никогда. Но я даже удивляюсь, что такой человек стал генеральным прокурором. Я никогда... То есть, мне казалось, что эта система не может выдать такого. Вам казалось? Мне казалось, что эта система настолько коррумпирована, что она не сможет дать такого генерального прокурора. И когда... Извините, пожалуйста. И когда приходит такой прокурор, который говорит, что я как бы не против справедливости, да? Вы обещали людям справедливость. Я не против справедливости. Но я, по сравнению с вами, я эту справедливость могу делать только в условиях законности. И... А они с этим не соглашаются. И они об этом прямо говорят. Понимаете? Господин Маканов, давайте так. Возвратимся на 30 лет назад. Да. Вы заметили, что политические решения о смене прокуроров происходили постоянно. Сменялись правительства, парламенты и так далее, и так далее. С приходом новых лиц, да? До захваченного государства. Менялись так же. Через колено ломали людей и говорили, генеральный прокурор должен уйти. Да, но они почти не скрывали. Все остальные почти не скрывали, что они готовы дать любые деньги для этого. Я говорю о том, что традиция молданская. Он нужен для защиты своих личных интересов и так далее. Как же новая власть действует так, как предыдущие старые? А здесь кощунственно не то, что они хотят избавиться от этого генерального прокурора. Кощунственно то, что они говорят, что это благие их намерения. То есть давайте я скажу по-другому. Всем понятно, что есть политический заказ на наказание определенных людей. Я даже больше скажу. Есть не только политический заказ, о котором они говорят. То есть наказать. И они говорят конкретно, кого наказывать. Хотя нет политического решения, нет политического заявления четкого насчет захваченного государства. Но они говорят четко. И все знают, о ком идет речь. И я не раз говорил. Я считаю Плохотнюка, Филата, Платона и так далее. Это главных действующих лиц в захвате государства и в хищении государственных средств. На этих людей и еще на других есть политический и социальный заказ. Социальный заказ. Что вы имеете в виду? Политический заказ исходит из социального заказа. То есть люди в предвыборной кампании и не только в предвыборной кампании. Вы имеете в виду социум голосовавший за новую власть. Да, я верю им, когда они говорят о том, что люди голосовали за то, чтобы этих наказать. Я верю. Я знаю, что это так. Больше того, я вам скажу, что если провести какой-то соцопрос, я вам даже больше скажу, что эти люди настолько были унижены и так далее, что если провести опрос и сказать, а вы согласны их повесить на площади национального собрания, я уверен, что большинство скажут так. Они же говорят, да их расстрелять мало. То есть в гневе и так далее. То есть это все понятно. То есть есть социальный заказ, который превратился в политический заказ на этих людей. Генеральный прокурор говорит, я не могу выполнить ваш заказ. Если бы я не был генеральным прокурором, может быть, я на это согласился бы. Но я не могу. Я хочу это сделать. Я хочу, чтобы они были как человек. Я хочу их наказать. И может быть, если бы я не был генеральным прокурором, у меня бы все равно был бы вот этот гнев, я бы тоже их наказал. Но я генеральный прокурор. Должен действовать по закону. Я должен действовать по закону. Я должен это все. И может быть, действуя по закону, справедливости не будет. Но намного больше, чтобы был закон, чем справедливость. Понимаете? Дело в том, что если генеральный прокурор выполнит этот социальный, политический, предвыборный заказ, из чего исходит? Мы от захваченного государства не избавимся. И не потому, что это плохие или хорошие. А потому, что люди, которые выполнят в прокуратуре, которые выполнят этот социальный заказ, они выполнят потом и другие заказы. Это всегда так происходило, когда справедливость восторжествовала. Справедливость всегда восторжествовала в первобытном обществе, в других обществах, при революции. Справедливость восторжествовала. Вы думаете, в 90-е годы, когда преступники, преступный мир наказывал друг друга, вы думаете, там справедливости не было? Там была справедливость, там законности не было. И если мы сегодня, как общество, пойдем на поводу вот этих безмозглых политиков и поставим другого прокурора, который выполнит этот социальный заказ, никогда это уже не закончится. Никогда это не закончится, справедливость. Делаешь справедливость, потому что ты пришел к власти. А они об этом и говорят. Где вы делали справедливость вообще? В нашей жизни? В нашей жизни в Молдове? Да справедливость везде торжествует тогда, когда человек наказывает другого. А, тогда справедливость. Да, вот в этом я говорю. Интересное рассуждение. Когда люди через революции, через топор, через вилы и так далее, они наказывали своих врагов, это что торжествовало? Справедливость? Законности не было? Я только закончу, чтобы моя мысль была понятна. То есть они сегодня говорят, что они обещали людям справедливость. Так делайте справедливость, но оставляйте генерального прокурора в покое. То есть я видел, я вам скажу, то есть я, у меня тоже были сомнения. Я хотел, чтобы генеральный прокурор действовал жестче и так далее. Это потому что я политик, я тоже хочу справедливости. Но я всегда себя останавливал, когда я слушал законников, когда слушал его. Юн, послушайте его последнее интервью. Крайний, скажем. У нас в авиации говорят крайний полет, не последний. Надеюсь, что это... И послушайте интервью. Люди уверены, 90%, которые, может быть, критикуют это интервью, то, что говорили вот эти политики, не слушали это интервью. Во-первых, что для румын это звучало на русском. Во-вторых, потому что они это не могут слышать. Потому что они знают, что он нехороший генеральный прокурор. И что он не должен быть генеральным прокурором. И все, я это не слушаю. Но я еще раз обращаюсь к тем людям, которые мыслят. И которые должны говорить публично. Вы понимаете? Я сейчас еще одно. Спасибо, что вы мне даете говорить. Передача не даете остального. Спасибо, что вы мне даете... А нет другого сюжета в публичном пространстве с тех пор, как они пришли. Я бы хотел сегодня говорить о пенсиях. Я бы хотел говорить об административных... О власти, как она... О убийке власти и так далее. Но я хочу это закончить. Спасибо, что вы мне даете возможность. Понимаете? Дело в том, что... Другое, чем о генеральном прокуроре, это власть не говорит с тех пор, как она пришла. То есть они себе поставили цель, чтобы Стояногул ушел. И все. И я обращаю внимание, насколько эти люди... Насколько они... Я не нахожу это слово на русском, но я найду. Насколько они лживы. Они, с одной стороны, давят на него через все свои средства массовой информации. На это есть и бюджет. Повторяемся. На это есть... Нет, я не повторяюсь. Я говорю, на это есть бюджет. Я об этом не говорил. Какой бюджет? Государственник? Бюджет. Нет. Откуда бюджет? В Виарела Мараря. Прокурора, которого ушли. Прокурора Плохотнюка. Там в этом общаге деньги дают и политики, и другие и так далее. А люди, а люди, бизнесмены, 90% бизнесменов, которые сейчас дышат всем объемом своих легких, потому что на них уже заказов нет. Вы же понимаете, что было достоянного? Не только власть. Не только прокуроры. Не только судьи. А даже партнеры могли заказать друг другу дело в прокуратуре. И таких заказов было сотни, тысячи таких заказов. И этих дел нет больше. А эти люди же не выходят защищать Стояногла. Защищаю я, который не знаю Стояногла. И я и не хочу сегодня... Я слушаю этого человека, и мне не надо ему звонить, как позвонил ему, говорят, вот этот Стурзе, который сказал, уходи. Он, во всяком случае, говорит. Это говорят давно. Тогда в эту же тему я вам задам вопрос. Провокационный. У вас не создается такой иллюзии, что молодые и неопытные хотят оседлать те схемы Плохотнюка, которые были до этого, до захваченного государства, и которые не удалось оседлать ПСРМ? Почему-то у меня такое мнение. Никто из тех, которые пришли к власти, я знаю просто очень много смен властей, никто из них по-честному не думал, что он станет большим коррупционером и все прихватит к своим рукам. Он, когда говорил народу, что он из побуждений добрых приходит к власти, и что он будет давать и им, они все думали, что они так будут действовать. А когда пришли, и когда к ним... Вы знаете, что сегодня к Майе и Санду, и к этим Литвиненко, кто они там такие, Стамате, Литвиненко и так далее, бегают прокуроры с прокуратуры, и говорят, да вы только устраните Стояноглу. И мы вам этот политический заказ, этот социальный политический заказ выполним. И, наверное, они и осудят... По-существенному спросил. И уже к ним бегают, у них уже тропа туда, и прокуроров, и судей, которые хотят служить этой власти и делать для них вот этот заказ политический, социальный. Я о другом спросил. И все, я хочу закончить только, я закончу и все, потом отвечу на вопрос. Я вам ответил, я отвечу и дальше на этот вопрос. Они на этот момент говорят, мы добрые люди, мы добрые люди, и у нас в мыслях нет что-то такого, чего вы думаете, что мы хотим быть как Филаты и так далее. Но это у них может продлиться еще очень недолго, месяца два. Потом они начнут брать так же, как брали и другие. Это всегда так происходило. Филату, что не хватало Филату? Филат, когда стал премьер-министром, ему простили уже то воростро, которое было при том правительстве, при Дьякове, при всех. И у него на данный момент, его семья имела бюджет в 150 тысяч евро в месяц. Так любой человек думает, слушай, надо быть идиотом, чтобы прийти на такой вольне, когда люди любили Филата, обожествляли или как это Филата? Да, да, нормально. Да? И чтобы он подумал дальше украсть не миллионы, а миллиарды. Вы думаете, эти люди, которые были на вторых, третьих ролах у Филата, не о том же думают? Так они же все видели. Они же все видели. Им тоже выпадало с этого стола крошки какие-то. Так они же сейчас не крошки хотят. Я поэтому и говорю, вот этим добрым людям не надо верить в добрые намерения. Потому что они сегодня что делают? Это просто кощунственно. Я не исключаю, что они все-таки добьются того, что они уберут Стояногла из этой должности. Но единственное, что я говорю для человека, для Стояногла, не дай Бог он подаст в отставку. Тогда рухнет все. Потому что именно это они хотят, чтобы он подал в отставку. Если он подаст в отставку, тогда они выйдут сухими из воды. Им этот даже закон не нужен. Они даже об этом говорят сегодня. Что если Стояногла бы подал в отставку, если бы у него была бы совесть, если бы он понял, как его не любит народ, и как любят Майю Санду и всех остальных, он бы, наверное, лучше бы подал в отставку. И на него давят, и давят, и давят. Не дай Бог подаст в отставку. Потому что если Стояногла подаст в отставку, во-первых, для самого себя, он будет в том же мешке, скажем, где собралось, я не хочу больше таких грубых слов говорить, давайте скажем мешок, в том же мешке, в котором оказались все коррумпированные прокуроры, потому что не будут делать отличия. Ну все же ушли. Ушел этот, значит, у него что-то было, за что уйти. Не дай Бог он уйдет по собственному желанию. Пусть они лучше его незаконно снимут. Или как они говорят сегодня, выкурить оттуда. Потому что они всеми средствами, всеми сестрами, вот этой мафии, которой я села сегодня в средства массовой информации, в СИБе, в самой прокуратуре, в залах суда. А люди, которые являются бенефициарами сегодня, той прокуратуры, Стояногловской прокуратуры, прокуратуры, которые говорят, мы ничего не будем делать вне закона. Мы не выполним ваш политический и социальный заказ. Мы не выполним его. Может быть, получится его выполнить вследствие принятия закона. Но у нас нет цели сделать вам справедливость любым путем. А я слушаю уже годами ту же частушку про этих кур. Вы знаете, да? Про украденных кур. Вот! И эту частушку 30 лет, и все слушают, и все радуются этой частушке. Вот за курицу, которую кто-то украл, сидит в тюрьме. А вот за украденные миллионы, во-первых, я опять же против этих клише, да? То есть, во-первых, доказательная база при краже кур, она очень существенная. Там есть перья, они разбросаны везде, потому что эти куры крадут люди без образования. И крадут, кстати, у людей, которые, может быть, эта курица последняя, и их тоже надо сажать. А эту частушку везде поют. А миллионы украли люди с образованием, люди, которые... С властью. С властью. Люди, которые это все скрыли. А им тоже надо доказывать вину. Им тоже надо доказывать. Что этим людям еще нужно, когда генеральный прокурор говорит, смотря в камеру, говорит, я уверен, что в этом кульке были деньги. А мне нужна и доказательная база. Доказать, что там были деньги. Как человек я возмущаюсь, а как генеральный прокурор я должен действовать как прокурор. Вы знаете, вот все ведущие лица в новой власти, да? Говорят так, иносказательно я переведу вам. Закон – это мы. Мы делаем закон, мы решаем, что такое закон и как это будет выглядеть. Создалась иллюзия такая. Они говорят, говорят, все, мы закон. Мы над законом. И когда это говорили люди, которые были выходцами из тоталитарной системы, это еще можно было понять. А эти говорят с этими дипломами в кармане. У них есть дипломы Харварда, Сорбонны, Кофибрейков и так далее. И они прошли через все коридоры каких-то внеобщественных организаций, где торжествовала демократия. И эти люди говорят то же самое. Мы закон. А почему мы закон? Потому что мы добрые люди, да? То есть мы хотим делать закон и закон для других, потому что мы добрые люди, у нас добрые намерения. Они об этом говорят. То есть они... Ну, послушайте, пожалуйста, как ее зовут? Вот есть, как ее, стомати зовут, да? То есть с хорошим макияжем, с хорошим гардеробом. Так же, как подбирает она макияж и гардероб, так же подбирает слова. Все правильно, все она говорит, рассказывает и так далее. Она говорит, у нас будет комиссия, независимая комиссия по оценке действий прокурора, которая оценит деятельность прокурора. Хотя и так понятно, что он... Хотя и так понятно, говорит, что он ничем не занимался и он ничего не сделал. Ну, куда это? Как это? На какую полку это поставить, чтобы это было в рамках государства? Незахваченного государства. То есть захваченное государство из рук злых людей перешло в руки добрых людей, да? То есть оно сегодня захвачено добрыми людьми. И люди с этим, и остальные, все вот, те, которые голосовали, соглашаются с этим. Пусть это государство будет рычагом в руках добрых людей. И люди верят в это. И как любят сегодня Майю Санду, завтра так же будут ее ненавидеть. Так же, как любили и потом ненавидели Филата. Всех. А потом, я поэтому так и говорю, извините, Сергей, я поэтому так и говорю, потому что я непопулярный политик и никогда популярным не стану. Потому что когда они уже ненавидят будут Майю Санду, они найдут человека с таким же профилем. Всегда так было. Майя Санду не отличается ничем от Лучинского, от Дьякова, от других. Ничем. Почему? Потому что она мыслит так же. Вы понимаете, что пришли к вас те люди, от которых ожидали, во всяком случае, думающие люди. То есть люди, которые думают своим умом, не коллективным каким-то мышлением. Я не хочу никого обижать, но многие люди у нас, они считают, что самая интимная свою мысль, они считают, что это ихнее. Они даже не думают о том, что это в их голову попало прямо с экрана телевизора. И вот эти люди будут всегда голосовать за людей таких же, как голосовали 30 лет и так далее. Потому что эти говорят, я говорил раньше, эти Майя и Санду, люди говорят так же, как говорили все остальные. Я это слышу. И готовы попереть законом так же, как и те. И что случилось? Эти люди пришли, и два месяца уже я слышу одну и ту же частушку. Вот избавимся от генерального прокурора, а почему не от судей? Потому что судьи сегодня тоже от генерального прокурора хотят избавиться. Преступники тоже от генерального прокурора хотят избавиться. И власть, и преступники, и судьи, все от генерального прокурора хотят избавиться. А почему? Что он такой сильный? Они говорят, что он папа лапте сказали, да? То есть человек никчемный сказали, да? С одной стороны, он никакой, что не сажает по политическому заказу и социальному, а с другой стороны, он всем мешает. И партия, которая выиграла выборы сегодня, является вооруженной рукой пролетариата, которая должна избавиться от единственного. Впервые за 30 лет прокурора, генерального прокурора, который говорит и действует, что он не пойдет против закона. Если даже не восторжествует справедливость, для этого нужна, для этого, вы представляете, какое мужество для этого нужно человеку? Это мужественный человек, который говорит, я не уверен, что восторжествует справедливость. Вы знаете, простой русский язык, говорят, человек обладает духом. Мы уйдем на рекламную паузу, затем продолжим нашу беседу. Интересно. Рекламная пауза. Ну что, у нас власть держит все в ежовых рукавицах. Будем бороться до конца, говорят. Они держат власть имущие. Вот, я потом объясню. В ежовых рукавицах они держат куриные яйца. И никак удержать не могут. Скажите, пожалуйста, кто из политиков новой власти вас убедил в том, что сказанное будет сделано? Нету таких. Нету таких. Нету. И в помине нету. И понятно было, что среди них не было таких. Просто я надеялся на то. Бывают же люди, которые, когда... То есть, власть человека меняют, но были, в истории есть случаи, когда люди без опыта, люди без особых знаний и так далее проявили характер и стали талантливыми руководителями. Мы могли надеяться, но может быть, среди них есть какой-то такой. А мы получили вот то, что получили. Люди, и самое страшное, что эти люди говорят нам, дайте всю власть, с которой они не знают, что делать. То есть, всю власть нам, а делать что с ней будут? Непонятно. Хотя бы у них были хоть какие-то планы. Погодите, пенсии, вот обещали 2000 лей. Ой, я не знаю, если у нас есть время поговорить об этом, но это настолько кончунственно вот с этими пенсиями. То есть, ну, с чего начинаются пенсии, да? Вот, скажем, с чего начинаются социальные программы на Западе? С экономики, да? То есть, там капиталистические... Везде начинаются с экономики. Решили, что они будут часть своих прибылей делиться с людьми, которые либо не смогли, либо социально они не устоялись и так далее. И вот они дают эти деньги из своих прибылей на государство для обеспечения этих людей. Оказывается, что европейский капитализм содержит уже и нас. Чем мы их шантажируем? Приднестровской проблемой, нашей беднотой, нашими мыслями, которые... Оказалось, что мы очень нетолерантны ко всему и так далее. Они боятся этих уорд-людей, которые могут на Западе что-то натворить и так далее. Бояша больше, чем людей, которых мы когда-то называли третьего мира и так далее. И они выделяют из своих денег нам что-то. То есть, такая власть, которая пришла на такой волне, она должна была начать с другого. Она должна была начать с своего рода аудита страны. Мы должны были сначала понять, что у нас происходит, где наши ресурсы. Так счетная палата есть у нас. Считайте это... Да нет, счетная палата это немножко другое. Я немножко о другом говорю. Потому что они, когда пришли, то есть я ждал, что вот эти люди выйдут перед всеми и скажут о тех реформах, которые они собираются делать в экономике, в административном делении государства. Вы же понимаете, то есть я опять скажу непопулярную фразу. Мы не можем существовать с столькими примариями и районами. Невозможно. Государство не может быть дееспособным с такой территориальной, административно-территориальным делением. И с таким бюджетом на это. Не может быть государство дееспособным. Я ожидал, и мы говорили, я ожидал, что может быть они скажут, ребята, давайте подумаем, как мы дальше пойдем. Вот наши села, как они могут дальше остаться. Потому что люди выбирают примарей из числа людей, которые нигде никогда не учились. Вы знаете, что почти 40% даже высшего образования не имеют. Я не говорю сегодня, что среди этих людей нет талантливых людей. Но как они могут привести туда инвестиции в селе? То есть люди же должны знать, что эти примари, их там родственники выбрали и так далее. И они говорят о том, что они сделают там Нью-Васеки в своем селе. Это не значит, что эти люди смогли бы это сделать. Мы говорили раньше, нам нужна вообще другая концепция административного деления государства и местной администрации. Нам не надо выбирать примарей в этой ситуации. Нам надо выбирать советников, которые будут избирать людей, подготовленных в Академии административного управления. И будут для них там готовить дома, в которых они будут жить, зарплаты и так далее. И будут объединяться для того, чтобы местная бласть смогла действовать, чтобы привлечь туда инвестиции, привлечь туда гранты и так далее. У нас вымирает все от того, что у нас нет правильного административного деления и администрации вообще. Нет. Сегодня самая главная проблема и самый главный рубеж перед ними. То есть, тот, который стоит на пути счастья, вот этих людей стоит. Я говорю даже, я не могу от этого отступить, потому что я еще раз говорю, я третий раз, наверное, говорю спасибо, что вы меня пригласили. Я хотел это сказать. Может, эти люди услышат. Вы так думаете? Я надеюсь, что, может быть, я занимаюсь политикой. Эти люди на сегодняшний день слышат только себя. Вы не заметили? Нет. То, что власть, она не слышит ничего. То есть, то, что эти люди попали, что... Дайте скажу я этот пример. Вы знаете, кстати, это психология людей. Вы знаете, что жизнь показывает, что люди, которые выиграли энную сумму денег в лотерею, они стали такими же бедными, как были до этого. Они несчастные люди. Они несчастные люди. Вот эта власть тоже самая. Они выиграли счастливый билет. И все. И все. И весь этот капитал, доверие уйдет в трубу. Сто процентов. Сейчас я еще надеялся на то, что это не случится. Я еще думал, что, может быть, есть какие-то у них советники из Запада. Может быть, нам помогут кто-то. Но вы же видите, что интерес к нам пропал. Либо из-за ковида, либо из-за других проблем в мире и так далее. Интерес к нам пропал. Почему? Да нету к нам интереса. То есть нам будут давать какие-то деньги. Ну, сейчас достижения власти на сегодняшний день. После каждой поездки наших руководителей страны, а также нашего министра иностранных дел, я его назову по-русски. Вот. Вот они и заявляют, 50 миллионов нам дадут те. Приехал сейчас министр с Румынии. Он сказал, мы пришли к соглашению, что Румыния нам поможет с 100 миллионами евро. 50 миллионов, 250 миллионов от Всемирного банка. Я не понял, что. А на эти деньги мы что будем делать? Будем давать зарплаты и пенсии. Зарплаты будем давать... Правильно, пополнение бюджетных средств. Да. Эти деньги мы используем на что? На пенсии, да? Мы используем на зарплаты государственных чиновников, которые мы не хотим их... По 130 тысяч в месяц. А чего их сокращать? Это же армия, которая поддержит любую политическую власть. Эти деньги мы потратим на местную администрацию. Нам же... Нам же как это мы будем упрощать что-то там? Пусть эта армия существует. Она самая боеспособная армия для любых политиков. Ударная. На эти деньги. Ударная армия для всех политиков. И что из этого? Нам дадут эти деньги. И мы дальше будем вот так жить еще 30 лет в этом... В развивающемся государстве. Мы же в Европу идем. Ведь об инвестициях даже речи не идет. А какие инвестиции речи? Говорят, что инвестируют. А инвестируют во что? В услуги. В услуги. В бюджет страны. В услуги. В услуги. В услуги нигде не считаются инвестиционным проектом. Конечно. Но ничего. Я сейчас тоже, понимаете, слушая вас, мы как будто все против ПАС. Я не против ПАС, потому что они выиграли выборы. И будем смотреть на них, радоваться, веселиться. Потому что иногда говорят такие вещи, что хоть стой, хоть плачь. Скажите мне, действия оппозиции на сегодняшний день такие, как будто они ушли в подполье. Нету оппозиции, слава богу. Нету этой оппозиции, слава богу. Конструктивно. Вы говорили о том, что вы не против ПАС и так далее. Да, опасно быть против них, потому что есть столько людей, которые их любят. То есть люди, дайте я скажу, дело в том, что не гоже политику говорить так. Но я опять же, это, наверное, какая-то от меня какая-то антиполитика. Антиполитика? Наверное. Вы лидер антимафии, партии. Да, наверное, это антиполитика. Наверное, я бы должен был рассказывать людям сладкие слова. Какие эти хорошие. Как у нас будет. У нас в политике так говорят. Надо людям говорить, что все они хорошие, что у них при море самые лучшие, что все села надо содержать. Из каких денег, непонятно. Но это надо говорить, наверное, людям, чтобы тебя избрали. А такой, как я, я, наверное, антиполитик. Если я говорю то, что людям не нравится. И тем более, что сейчас для них больно, когда я говорю об объекте их любви, да, то есть любовь к этой власти сейчас еще очень сильная. очень сильная, скажешь что-нибудь против них, могут тебя просто стереть с лица земли, потому что они ее любят. А в этой всенародной любви эти люди просто сегодня уже истребляют все, что осталось. Последняя надежда. А почему они не поясняют повышение оценки, что происходит? Люди, уже нормальные люди, которые, которые, я вам расскажу случай одного человека, который, не буду говорить сейчас имя, хотя имя его уже, наверное, изместно, но дело не в этом, дело не в человеке. Я знаю одного человека, который был, его посадили во времена захваченного государства, его посадили за кражу миллиарда. Хотя этот человек не украл ничего. То есть он был человеком, который руководил предприятием, акционеры которого были поддельники Филата, которые на его фирму, где он был менеджером, взяли кредит, большой кредит, миллионы. Деньги ушли сразу в офшор. Дайте я расскажу этот случай. Он обо всем говорит, что сегодня происходит. Деньги все ушли в офшор, а менеджер этого предприятия оказался, что он подписался под кредит, который должен был развить это предприятие, и говорит акционерам, слушайте, где деньги? Почему? Я подписал, идет в банк, говорит, где деньги? А мы перечислили. Куда перечислили? В офшор. Говорит, так я же не просил в офшор. Мне надо на развитие. Эти деньги ушли в какой-то офшор. Акционеры воспользовались, они были бенефициарами этих денег. Этот человек уже производил на своем предприятии, уже из тех средств, которые у него были, и начал отдавать эти деньги в банк. А банк не хотел принять эти деньги, потому что это были вот те именно кредиты, которые они отдавали Филату и другим и так далее. Понимаете? То есть он ходил в банк, хотел отдать деньги со своего предприятия, и эти не принимали, эти деньги. А акционеры вызывали его, говорят, ты что, идиот? Чего ты туда ходишь? Это были времена того захваченного... И сейчас я расскажу, что дальше случилось. Он пошел к прокурорам. Прокуроры тоже не захотели его слушать. А когда уже понятно было, что этот человек не остановится, прокуроры его вызвали и посадили в суде, вместе с судьями, уже за кражу миллиарда. Он встречался и с Филатом, потому что те люди, которые крали эти деньги вместе с Филатом, перешли к Плохотнюку, и эти деньги не попали к ним. То есть там целая история. Я рассказываю ее. И этот человек попал в тюрьму. Уже во времена новой прокуратуры, уже прокуратуры Стояногло, Стояногло начал разбираться с этими людьми, которые были подсадными утками. То есть их просто использовали для того, чтобы эти люди, то есть они украли миллиард. И тоже они посадили людей, которые сказали, вот эти украли миллиард. Мы тут ни при чем. И сегодня прокуратура выводит из-под следствия этих людей, которые сидели, этого и других, и так далее. А суди с подачи этой власти по тем делам, которых их осудили, фальшивым делам, которые осудили, И сегодня у них ставят секвест и отбирают имущество у этих людей. И идет сегодня противостояние прокуратуры, которые уже понемножку подходят к бенефициарам кражи миллиарда. А суди вместе с новой властью воюют против тех, которые тоже они сажали по сфабрикованным делам. И эти люди идут и говорят этим. Что вы делаете? А им что нужно? Я опять возвращаюсь к этому вопросу, потому что важнее проблемы сегодня нет. Я не говорю о том, что у нас нет важных проблем. Я говорил об администрации, об экономике и так далее, и так далее. Но они нет в нашем жизни, потому что они борются против генерального прокурора. И когда этот уже добирается к тем, которые являются бенефициарами кражи миллиарда, они все это вытворяют. И придут прокуроры, которые, я уверен, что они сделают скандал большой. Будет казаться, что они делают, то есть, что вот-вот-вот-вот сейчас восторжествует справедливость. Ее не будет. Ее не будет. Сергей, вы переводите программу в митинг в защиту Стояногла. Спасибо, что вы это сказали. Наверное, это так и выглядит. Человека, которого я еще раз повторяю, я не знаю его. У меня никаких интересов в этом нет. Я бы хотел, чтобы этот митинг провели не я, а люди, которые сегодня могут работать. Я говорю о бизнесменах. Меня ужасает то, что люди, которые сегодня стали свободными людьми, после того, как Стояногла стал генеральным прокурором, не выходят и говорят этой власти. Они даже голосовали за эту власть. Не боятся. Чего боятся? Чего боятся? Всего. Всего боятся. Потому что завтра я стараюсь на этом митинге у вас подмигнуть этих людей. Да выходите и скажите и вы что-то. Потому что на вас уже не заводят дела. Этого вам мало. Вы можете сегодня свободно работать, платить налоги, жить свободно со своей семьей и так далее. Вам этого мало. И эти люди не выходят. Они где-то сидят в тени, знают, что эта власть сегодня преступным путем хотят вот это все, вот это достижение избавиться от Стояногла. А там кто стоит у них? Стоит Виорел Мораль. Виорел Мораль. У которого есть деньги платить в средства массовой информации. И средства массовой информации. Вот спроси любого. Выходите на улицу и спросите любого. И они вам скажут, что генеральный прокурор это человек платона. Хотя это не так. А они создали другую реальность, чем есть на самом деле. И все люди верят в эту утку. Потому что они... Вы говорите, что я только к этому возвращаюсь. Это факт. Ну а что делать? Спасибо, что вы меня пригласили. Я все раз говорю. А что делать, когда все телевидения каждый день... То есть они начали вот с тех пор, когда пас стал в власти, они воюют против генерального прокурора. И никто, никто не говорит. Слушайте, а что с законодательством захваченного государства? Почему сегодня в правительстве и в парламенте не горит свет ночью? И днем, и ночью. И там люди не работают над законодательством захваченного государства. Почему сегодня нет штаба? Штаб, который бы сегодня занялся, во-первых, законодательством, во-вторых, людьми, которые остались у власти. Почему это не происходит? Почему эти люди пришли, отдыхают, смеются, говорят, чушь какую-то и так далее? Почему с них не спрашивают сегодня, что вы делаете? А все прощается. Все прощается по любви. А, по любви. Да, по любви, конечно. По любви, потому что рационального ничего в этом нет. А я не вижу даже логики. Вы знаете, рациональность с рациональностью, а логика где действие? Да нет никакой логики. У кого? Должно быть целая парта. Я сегодня говорю, что по логике, сегодня бенефциары, в хорошем смысле этого слова сейчас, бенефциары действий прокуратуры должны были бы выйти и говорить. И это вам говорит человек, дайте я вам еще одно скажу. Это вам говорит человек, который тоже имеет, из того интервью, которое я вам говорил. Спрашивают Стояногла про его заместителей. Я других не знаю, этих заместителей. Я только могу предположить, что большинство в прокуратуре остались те с Плахотнюка. И там, внутри прокуратуры, Стояноглу приходится драться с демонами против демонов. Ангелов там нет. Его журналист спрашивает Стояноглу, говорит, а что вы можете сказать о прокуроре Игоря Попа? И он говорит, я бы пошел с ним в разведку. Для меня, для человека, который сидел в тюрьме по сфабрикованному делу этим Игорем Попой, это как нож в сердце для меня прозвучало, этот генеральный прокурор, который делает добрые дела. Он говорит, что он пойдет в разведку с Игорем Попой. Это палач Игорь Попа. Был палачом в 2009 году. Я хочу, чтобы меня люди очень правильно поняли. Это мой палач, который сфабриковал против меня дело. Это плохотюрка, да? Нет, когда Воронин меня посадил после событий 7 апреля. Я сидел 4 месяца, меня хотели убить в тюрьме. То есть они это организовали, зубики там, все остальные и так далее. Не исключая, что по указке Воронина. Но это другое дело. И этот прокурор, Игорь Попа, после того, как меня оправдали, меня оправдали по соглашению между правительством и Страбужским судом, мне даже выдали компенсацию, с которым я расплатился с адвокатом, я потратил кое-что там потом. Мне выдали компенсацию за то, что меня держали в тюрьме незаконно. Незаконно держали в тюрьме. Это случилось в ноябре 2009 года. А в 2010 году я захожу к генеральному прокурору. Генеральный прокурор Плохотнюка тогда. Зубков, который после моих действий, поторе Домняска, не стало его. Я захожу к генеральному прокурору и говорю, слушайте, вы можете мне объяснить? Все это уже произошло. Меня оправдали. Мне даже выдали компенсацию. Почему мое дело не закрыто? Это было уже в феврале 2010-го. Он приглашает этого Попу. Хорошо звучит. Приглашает в кабинет и говорит, почему это дело не закрыто. А он говорит, генеральный прокурор, весь красный такой, говорит, генеральный прокурор, а нам надо еще некоторых свидетелей. Он говорит, каких свидетелей? И мне Стояногль говорит, что он профессионал. Палач. Погодите, это такой полненький, полковник с тремя... Палач, палач. Я тоже знаком с ним. Вот этого я не понимаю. Я имею в виду под какие же дела. Я говорю, я этого не понимаю от Стояногла. Но это меня не делает. Даже после этого. Я это оставил так. Потом я пойму. Поглядим потом. Поглядим потом, почему он пошел затем в раздетку. Я подумал, может быть, любой власти, ему, прокурору, этому, который я сейчас хвастал его, да, может быть, им тоже палачи нужны. Но не знаю, зачем ему палачи. Я не могу понять логику внутри прокуратуры. Но по всем признакам, по всем признакам, генеральный прокурор Стояноглу – это человек на своем месте. Это человек, который сегодня, сегодня хотят исключить все из этой. От Майя Санду, которая стоит во главе угла, она всем этим руководит. Этой компанией просто... Я смотрю в камеру. Майя Санду руководит компанией против Стояногла. И я очень боюсь, что это исходит не из каких-то рациональных соображений или из добрых намерений сделать государство, а из своих личных психологических комплексов. Она не может, она как маньяк не может смириться с тем, что вот это ей не дают. Как она не могла смириться в том, что ей ставят четверку, не пятерку тогда. Она не может, она не может с этим смириться, и она будет делать все, чтобы его снять. Бандиты, новая власть, приднестровцы, россияне, все хотят снять Стояногла. Все. И весь народ, конечно. Я говорю это, я опять говорю, может быть, этот мой митинг, может быть, я хоть немножко смогу, хотя я не могу повлиять на процесс. Хоть немножко я смогу сделать так, чтобы этот человек не подал в отставку. Он тоже человек. И на него так давят, что человек может сказать, да, зачем мне это. Вы знаете, если рассматривать все, что сейчас происходит, чтобы не обижались мои телезрители. Я вспоминаю советское время, когда заканчивалась эпоха Великой Империи, Советского Союза. Стали набирать на работу очень много людей, не обладающих нужными знаниями. Это как будто бы сделано было специально. Зато они были патриотами. Да. Но я говорю, к чему? Я говорю, к тому, что я не хочу, чтобы мне, например, силовые ведомства указывали, как я должен жить. Тенденция к этому идет. Просто тенденция. У Аминь-Бунь делают все, что считают нужным. При этом они не вспоминают себя в прошлом. Они как бы над законом. Я уже говорил, но я повторюсь. Вы понимаете, разговаривая о них, многие люди, вы правы, воспринимают как действия антипатриотичные. И вот я читаю комментарии некоторые ваших выступлений. Столько я слышу там гадостей. Ну, в смысле, читаю. Но я как бы их делаю виртуально. Я вот так привык к ним. Уже так привык. Я привык к ним, что меня это даже радует сегодня. Вам не кажется, что общество настолько деградировало наше, что оно не понимает, что происходит на самом деле? Нет, мне не кажется. Я уверен в этом. Я уверен, что мы растеряли очень многое в эти годы. У нас нет учителей в школах. У нас есть поколение, которое росло без школы, без родителей. Которым все давай, и это будет недостаточно. И вот люди, которые пришли во власть сейчас, это люди вот этих поколений. Многие из них просто паразиты. Паразиты, которые жили в хороших условиях, потому что родители их обеспечивали. Им несовестно то, что они делают. И они не воюют против мафии, против захваченного государства. Это для них, они даже не могут выразить словами, что это такое. Они, когда их спрашивают, а почему вы это делаете? Потому что это вау. И все. Вот это поколение, которое будет говорить какими-то негласными. То есть, такими... Набором звуков. Да, звуками. Звуками. И то, что я сейчас говорю, это не махнет кто-то рукой и скажет, да, всегда. То есть, вот столкновение между... Старики, да, поколения. Да, против молодежи и так далее. Это не то. Это не то. Потому что... Потому что мы ведь, если подумаем так, посидим и подумаем, ведь все знают, что это так. У меня вопрос к вам по существу о суде. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как лидер партии, антимафия, должен ли иметь гражданин Молдовы доступ к решению Конституционного суда или подаче исков? Вы меня, по-моему, это вас спрашивают. Я не знаю, как вам ответить. У меня нет достойного ответа на этот вопрос. У меня нет достойного ответа на этот вопрос. Я знаю, о чем вы говорите. Если бы у нас судебные инстанции справлялись с правами человека, то тогда нам... Мне кажется, что судебный суд должен стоять на страже Конституции и все. не проблемами правовыми и другими должны сняться простые суды. А если нарушено Конституционное право, это заниматься Конституцией или заниматься уголовным делом или административным делом? Я не уверен, что люди должны иметь право обращаться в Конституции. Я спросил, что вы считаете. У меня нет. Очень долгий путь от того, что от решения первой судебной инстанции, второй, третьей, четвертой, затем высшей. И только тогда можно обращаться в Европейский суд. На это уходит по 10, 12, 20 лет. И только бестолку. Поэтому я имел в виду, понимаете, это сделано специально. Я так думаю. Я так думаю. Я так думаю. Я так думаю Дебропа. Я понимаю. И станции у нас везде. Ну, здесь о чем говорить-то? Судебная у нас реформа с успехом, как докладывали европейским нашим компаньонам, что ли? Партнерам, компаньонам. Докладывали, что у нас все в порядке. Вот сегодня, например, Майя Санту подписала об отставке Пулбери в САЭМ. Значит, будет лучше. Назначили главу таможенной службы республики. Пришли новые люди в СИБе. Пришел прокурор. Я не имел дела с этим прокурором. Какой-то прокурор-урак. Но он знаменитый прокурор с такими делами, которые при захваченном государстве он был еще таким рычагом давления и так далее. Он стал сегодня директором какой-то службы в СИБе. Другие назначения, я слышу, которые тоже, то есть они очень близки тому захваченному государству. А их ставят на должности люди, которые сегодня как бы воюют против... А как это вы сейчас сказали? А потому что... Как будто бы... Нет, понимаете, дело в том... От вас это впервые слышу. Да, ну так я просто не... Я когда не уверен в чем-то, я так и говорю. Да, но они это были прямую действовали, как... Дело в том, что... Нет, я действительно... Вот у меня не совмещается это в голове, да? То есть у меня... Хотя я уже понимаю, что пришло к власти, что это такое. У меня в голове не складывается, что эти люди могут быть настолько живы. Настолько... Я не пойму никогда это. Хотя я знаю, что... Понимаете, дело в том, что эти люди... То есть что должен уметь политик делать? Политик должен уметь принимать решения. А процесс принятия решения, он очень сложный процесс. То есть он основывается на опыте, на знании. Он основывается на долголетние упражнения человека. Это делать, да? Это принять решение. Я просто... У нас нет ни времени и развить эту тему. Но я из некоторых источников знаю, как сегодня она информируется. Откуда она информируется? Как она получает информацию? Как обрабатывается эта информация? И как она принимает решения? Это страшно. Потому что при Воронине люди конкретно боялись Воронина, да? При Воронине люди... При Плохотнюке люди конкретно боялись Плохотнюка. Это как бояться волка, как бояться, я знаю, другого зверя и так далее. То есть есть конкретно, чего ты боишься. Сейчас люди будут бояться конца света. Люди будут бояться конца света, потому что ничего такого, чтобы ты смог... То есть когда ты боишься конкретного действия конкретного человека, то ты хотя бы знаешь, как защититься. А здесь непредсказуемо. А здесь всё непредсказуемо. Потому что ты не знаешь, какое оно решение примет. Какое оно решение примет. Вы поняли, что произошло 27 августа? Я всё понял. То есть это 27 августа. Опять же о комплексах и о психологии людей и так далее. То есть это была некая свадьба. Как можно оценить отношение президента страны к государству президентом, который она является, когда праздник отодвигается, то есть парад отодвигается на час или полтора или два часа, потому что не пришли на наши, да, то есть не пришёл на наш, на свадьбу. Не пришли её гости, с которыми она должна сделать вот эту картинку для народа. То есть она не может себе позволить. А там стоят солдаты, стоят все с одной ноги на другую. И все ждут, что они знают же, там же есть время, когда начать и так далее, и так далее. Какое это отношение к государству? Это когда человек не понимает, кто он, за что его выбрали. Кажется, пустяк, да? И опять же, те, которые её любят, скажут, да что вы, да что вы прицепились к этому? А это говорит об отношении. Об отношении к людям, к государству. То есть мне нужна вот эта картинка. Мне нужна картинка, что я вот невеста на троих вот этих... Мирь, как это на русском? Я должна вот это, чтобы люди все видели. Женихов, да? Которые на нашей, которые пришли на эту свадьбу. И я вот самая вот такая... Как это можно? Вы знаете, дорогой Серджио Макану, вы покусились сейчас на традиции молдавского народа. На святое, на святое. Поэтому не будем мы на святое. Ну и скажите, какой я политик. Какой я горе политик. Ой, я представляю, что будут писать, говорить. Но это главное, что все смотрели и слушали. Спасибо вам, Антон, что вы пришли на программу. Спасибо вам. Как говорится, добрых вам дел поболее. Спасибо. А зрителям здоровья, счастья, любви. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин